Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Начнем с погоды. Начало осени в Алтайском крае выдалось холодным и дождливым. И на эти выходные погода будет все еще не такой теплой. От 13 до 16 градусов, обещают синоптики. Правда, дожди будут не столь интенсивными, как в начале недели. А вот предстоящая сентябрьская неделя будет теплой. Можно сказать, что в Алтайский край придет бабье лето. Погода порадует, рассказала нам специалист Алтайского гидромедцентра Людмила Сырых. На следующей неделе, где-то с 10 числа и по 15, но это предварительно. С установлением антифекона ожидается преимущественно без осадков и теплая погода. То есть дневные часы температура будет прогреваться до 15-22 градусов тепла. Даже там, наверное, повыше до 23, где-то 18-23, если точнее. На конец сентября пока прогнозов синоптики не дают, но есть шанс, что тепло в регионе задержится. А я продолжу. На этой неделе стало известно, что вслед за другими регионами и в Алтайском крае мигранты смогут трудиться далеко не во всех отраслях. Не возьмут их на работу в школу, больницу, а также в такси. Губернатор региона Виктор Томенко подписал указ, согласно которому в этом и в следующем году иностранцам с патентами будет запрещено трудиться в некоторых сферах. Речь идет об 11 видах деятельности. Среди них лесоводство, лесозаготовки, производство детского питания, диетические продукты, лекарства и медицинские материалы, а также торговля спиртным и табачными изделиями, такси, образование и здравоохранение, предоставление услуг по уходу за детьми. Пока нет информации, когда указ вступит в силу, однако отмечается, что в течение двух месяцев с этого момента организациям необходимо привести численность иностранных сотрудников в соответствии с ограничениями. В конце августа, на лесничьего в Кытмановском районе напал медведь. Однако ему повезло, и мужчина отделался лишь рваными ранами, поэтому его уже выписали из местной ЦРБ, а косолапого застрелили. По словам очевидцев, он был черного цвета и ростом примерно 265 сантиметров. Между тем, все чаще появляются сообщения, что медведи стали выходить к людям. С учетом того, что урожай кедрового ореха в текущем году обещают желать лучшего, они выходят ближе к населенным пунктам, ищут новые места. Сейчас идет уборка урожая и, соответственно, с учетом шумовых особенностей уборки и так далее, они покидают естественную среду. Со слов специалистов, косолапые наиболее опасны с середины апреля и до конца августа. В это время идет гон, плюс к лету начинается расселение молодняка. Сейчас медведь не особо активен, поскольку ищет еду, и проходящего человека может просто не заметить. Однако эксперты все же рекомендуют издавать звуки во время прогулки по лесу. Например, разговаривать или насвистывать. Хищник услышит вас и, скорее всего, уйдет. Проблема может случиться, если наткнуться на косолапого неожиданно. Как правило, он сначала будет присматриваться. В таком случае нужно медленно, не поворачиваясь спиной и, не смотря животному в глаза, отходить. Если медведь делает в вашем направлении какие-то движения, то как элемент такой защиты можно попытаться его отпугнуть. То есть это громко закричать, кричите что хотите. Тут ограничений никаких нет. Если у вас ведро, это было бы очень хорошо, можно стучать по ведру, поднимайте высоко руки. То есть желательно показать, что вы больше него. Главное – не бежать от косолапого. Он воспримет вас как добычу и, скорее всего, догонит. Скорость его достигает 60 км в час. Вскарабкаться на дерево – тоже плохой вариант. Лазают медведи хорошо. Если хищник все же на вас напал, старайтесь прикинуться мертвым. Больше шансов, что он отстанет. Обычно медвежата выходят на людей. И люди просто не понимают, что с ними делать, пытаются привлечь их внимание, достать яблочко, хлебушек, сахарок какой-то. И если медвежонок издает какой-то звук, то медведица однозначно нападает. То есть это защита потомства стопроцентная. В Алтайском крае более полутора тысяч медведей. И их популяция постепенно растет. Однако отстреливать их не торопятся. Не более половины выданных лицензий себя оправдывает. Самые известные районы обитания – Чарышский, Заринский, Солонешинский. Сейчас из-за повышенной активности косолапых для отдыхающих закрыли большинство троп в Тигрекском заповеднике и национальном парке Салаир. Снова посетить их туристы смогут после 15 ноября, когда многие медведи впадут в спячку. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Уже завтра пройдет единый день голосования. В республике Алтай выборы стартовали. Там борьба идет за пост главы региона и места в госсобрании. В Алтайском же крае предстоящие выборы не столь масштабные. Выбирать будут нескольких глав муниципальных образований, а также нового депутата КЗС. Расскажет подробности Данил Кузнецов. 8 сентября по всей России пройдет единый день голосования. В Алтайском крае это не самое масштабное событие. В нем примут участие лишь 10% электората региона. Разыгрывается более 100 мандатов. 60 избирательных кампаний по выборам глав сельских поселений тоже должны завершиться избранием того или иного будущего должностного лица. И все оставшиеся избирательные кампании это в основном кампании по выборам депутатов, представительных органов муниципальных образований, которые проходят либо на уровне районного, городского формата. 13 мандатов районного или городского значения разыгрываются в связи с дополнительными выборами. Например, в Бийске. Ну а в Барнауле свыше 50 тысяч жителей железнодорожного района будут голосовать за нового кандидата в КЗС от 21 округа. Он займет место Ивана Нифонтова, который сейчас является министром спорта края. Поставить галочку за вашего избранника можно и с помощью электронного голосования. Однако оно доступно не всем. Для выборов такого уровня и депутатов, представительных органов любого муниципального образования и глав сельских поселений предусмотрено так называемое досрочное голосование, которое длится в течение нескольких дней. Оно начинается за 10 дней до дня голосования в участковых избирательных комиссиях. А вот в республике Алтай из-за масштабности голосование продлится три дня. Все-таки выбирают главу региона и членов госсобрания Эл-Курултай. На пост губернатора есть три претендента. Депутатские мандаты должны получить еще 41 человек. Ожидается явка в районе 50%. И это достаточно неплохо. При этом республика Алтай впервые голосует дискуссионным электронным голосованием. И на момент окончания подачи заявлений больше 23 тысяч жителей республики предпочли такой способ. По словам эксперта, предвыборная кампания проходила гладко, без скандалов. А сюрпризы можно ждать только от избирательного процесса в госсобрании. Напряженная борьба идет между теми депутатами, кто претендует на место в парламенте от округа. Данил Кузнецов. День с толком. И еще новости от наших соседей. Недобросовестным инвесторам сказали нет. В республике Алтай принято решение отказаться сразу от нескольких проектов по развитию инфраструктуры и территорий. Они существовали только на бумаге. Такое решение приняла инвестиционная комиссия при правительстве республики. Какова дальнейшая судьба земель с особым инвестиционным статусом – региональные? Здесь вы видели гнездо, и уток, и гуси прилетают, и лебеди прилетают, и много разной живности, рыба. В том числе, вот благодаря той природе, вот этому лесному массиву, вот этой реке, вот этому сочетанию, создается уникальный микроклимат. И он притягивает сюда, естественно, не только птиц там и животных, но и притягивает людей. Курортное село Манжурок известно на всю страну. И здесь для отдыха все – горы, озеро, река Катунь. Незастроенных мест практически не осталось. Жители села выступили против существующего проекта благоустройства района Затон. Эту территорию и еще несколько других зон обсудили в правительстве республики Алтай, где прошло заседание инвестиционной комиссии. Если подавать, смотреть вопрос о целесообразности, пусть я ставлю с региональным облачением, повышать и численным проектом, какие будут урожения. В то же время часть инициатив существует только на бумаге. Инвесторы не ведут никакую работу на вверенных гектарах алтайской земли. На заседании прозвучала установка от Андрея Турчака. Исполняющий обязанности главы республики подчеркнул, что проекты, которые прошли заявочную кампанию и не реализуются, не нужны. Особенно, если они связаны с земельными вопросами. Сами проекты, как бы идеи, они неплохие, конечно, да, так сказать. И то, что люди не способны, не могут сейчас это защитить и по каким-то причинам это все затягивается, то это, конечно, нужно прекращать эту историю. Таких территорий четыре. Они имеют статус особых региональных. Значит, инвесторы имеют ряд преимуществ. От налоговых льгот до упрощенных условий землепользования. После тщательного обсуждения ситуации члены инвесткомиссии под председательством вице-премьера и министра экономики Александра Прокопьева проголосовали за расторжение соглашений. По горнолыжному курорту Барсук, форелевой ферме в Усть-Коксинском районе, цифровому центру IT-Алтай в Майминском. В том числе и компания Тур-де-Алтай, в которой предлагали заняться благоустройством района Затон, селе Монжирок. Проверка показала, что проект не реализуется, инвестор денежные средства не вкладывает, новые рабочие места не создает, налоговые отчисления в бюджет не поступают. Один из земельных участков, который инвестор запрашивает в аренду без торгов, не отвечает направленности проекта, а остальные находятся в собственности Российской Федерации. Поэтому принято решение о запуске процедуры расторжения инвестиционного соглашения с Тур-де-Алтай. Так что оснований для беспокойства у жителей Монжирока по вопросу Затона нет. Это земли Российской Федерации, никто их застраивать не будет. Жители села с возвращением земли в госсобственность, можно сказать, с облегчением выдохнули. Несмотря на то, что этот район Затона местные считают сакральным и личным, здесь не против того, чтобы природная красота была доступна приезжим. 24 года назад мы с супругом приехали первый раз сюда и приезжаем каждый год. Конечно, нам необходим диалог и с местной властью, и с инвестором. Это просто обязательно. Нужны публичные слушания, чтобы все эти проекты проходили публичное слушание и согласовывались с местным населением. Жители Монжирка надеются сохранить район Затона нетронутым, однако готовы к разговору с порядочным инвестором. На диалог пойдут и в правительстве республики. На прошедшем заседании предложили создать рабочую группу для улучшения инвестиционного климата в регионе. Всего же на территории республики Алтай работает 50 инвестиционных проектов. Евгения Ижутова, Илья Питков. День с толком. С вечерними пробками автомобилисты уже смирились. Ждут, когда стройка подойдет к финалу. Это и о строительстве на Зминогорском тракте. На этой неделе министр транспорта Алтайского края рассказал, получится ли сдать объект в срок, учитывая отставание от графика. О судьбе, пожалуй, главного транспортного объекта этого года, развязке, расскажем в сюжете. Новая развязка на Зминогорском тракте. Степень готовности 68%. При этом сдать объект должны уже в начале декабря этого года. Напомним, строительство реализуется за счет инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Стоимость работ почти 3 миллиарда рублей. Оттого и повышенное внимание к объекту успеют ли рабочие, учитывая отставание от графика. По словам министра транспорта края, есть определенный дефицит рабочей силы. Но подрядчик Московская региональная строительная компания привлек все возможные ресурсы. На развязке работает около 200 человек. На данный момент мы не говорим с подрядчиком о переносе сроков. Почему? Потому что наш контракт истекает 10 декабря. То есть он не истек. Мы работаем в рамках текущего контракта. И всеми нашими способами убеждения и взаимодействия с подрядчиком и заказчика на это же настраиваем. Нужно максимально эти сроки соблюдать, наращивать количество рабочей силы. Ну и естественно ориентироваться по погодным условиям, но не в ущерб качеству. В министерстве транспорта также подвели и другие итоги. Так, например, в этом году в регионе отремонтируют более 400 километров региональных дорог. На эти цели направлено более 17,5 миллиардов рублей. Из них 15 из краевого бюджета. Также в этом году завершится ремонт 12 мостов. В следующий год цель зайти интенсивнее на региональную дорожную сеть, которая включена в опорную, именно десятками километров там, где есть поручения губернатора, там, где есть обращения жителей, там, где есть уже действительно необходимость, подтвержденная диагностикой. И вот именно выполнить линейные объекты большими протяженностями с крупными суммами. Добавим, что на сегодняшний день работы на дорогах края, ремонт которых будет завершен в этом году, выполнен на 70%. Ирина Корчагина, День с толком. На этой неделе суд Центрального района начал рассматривать дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева по существу. Напомним, чиновника подозревают в получении нескольких взяток и легализации грязных денег. Подробнее о позиции обвинения в нашем сюжете. Это кадры января 2024 года. Силовики задерживают теперь уже экс-вице-мэра и бывшего главу администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту, Антона Шеломенцева. Чиновника подозревают во взятках и он отправляется в СИЗО. Вести дело Шеломенцева решили в Центральном суде по одной причине. Именно на территории этого района чиновник брал взятки. В том числе через посредника, которым выступил бывший зампред комитета по дорожному хозяйству Сергей Щукин. Его в январе этого года освободили из-под стражи. Но производство в отношении все еще ведется. Согласно версии следствия, в 2020 году предприниматель Олег Бесчастный передал взятку в 2 миллиона рублей за общее покровительство и помощь в получении права на перевозку пассажиров на 41 и 78 маршрутах. Сейчас имущество бизнесмена арестовано. Дело передано также в Центральный суд. Мера наказания – подписка о невыезде. Сторона обвинения считает, что взятку Шеломенцев решил отмыть через покупку автомобиля Subaru Outback за 1 миллион 200 тысяч. Остальные деньги ушли Щукину, как вознаграждение за посредничество. Ваша дата – место рождения. Обвиняют бывшего вице-мэра и в получении другой взятки. Согласно версии следствия, Антон Шеломенцев и Сергей Щукин решили построить склады для хранения инертных материалов на улице Власихинской, 137. Этот участок находился в аренде у последнего. Для этого была заказана документация у томской компании «Запсипмост» за 350 тысяч рублей. Однако вместо денег, по договоренности с вице-мэром, фирма получила покровительство. Правда, пришлось доплатить еще 250 тысяч. Высказаться в отношении вины к данному судебнику желаете? Выскажусь позже. Выскажите позже. С томской компанией барнольские чиновники продолжили сотрудничество. Известно, что в 2017 и 2018 годах именно «Запсипмост» составлял проект реконструкции путепровода на новом рынке и позже его дорабатывал. В общей сложности компания получила около 30 миллионов рублей. А в 2019 году она взялась за оформление документации по ремонту железнодорожных путей на Калинино. И сейчас исправляет смету. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры по поводу Дениса Илюшина, директора Томской компании. Что касается самого Шеломенцева, срок нахождения в СИЗО ему продлили до января. Ну а следующее судебное заседание состоится 24 сентября. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. Выйти из подъезда и скатиться по гололеду в яму. Такая участь может ждать обычного человека, не говоря уже о колясочнике. Ровно год прошел с момента, как толк помог Светлане Крюковой обрести долгожданную квартиру на Гущино-163. Теперь она вместе с другими жителями дома с ограниченными возможностями здоровья борется за нормальную придомовую территорию. Подробности в материале Юлии Щепиной. Ага. Помнишь, как мы с тобой ехали? Так. И вот так вот мы играемся. Так играться и тщательно подбирать свой маршрут приходится девушке с ограниченными возможностями здоровья Светлане Крюковой. Напомним, со Светой мы познакомились чуть больше года назад, когда ей предложили переехать в квартиру, которая находится на девятом этаже, а лифт ходит только до восьмого. Вскоре сироту признали потерпевшей по уголовному делу о халатности должностных лиц регионального жилищного управления и министерства строительства. И все-таки предоставили квартиру на первом этаже, оборудованную специально для нее. В квартире довольна. Да, за это спасибо огромное. Но есть еще проблемка с дорогой. Ты одна можешь передвигаться на коляске самостоятельно? Ну, с трудом. С трудом, потому что здесь бывает очень много, но парковка заполнена полностью. И так как дороги разбиты, ямы, здесь тротуара никакого нет. И ты едешь прямо навстречу. Есть другая дорога, но грунтовая и тоже вся в Рытвинах. Если бы здесь какой-то тротуар был, самое короткое время, чтобы ее никуда не перетаскивать, потому что достаточно трудоемко. Или стараемся, я договариваюсь с мужем, он приезжает на машине, ее куда-то везем, если куда-то ко времени надо. Или если на автобусе, то заранее прям выходим, чтобы преодолеть все эти препятствия. Кстати, в доме по адресу Гущина, 163, живет несколько маломобильных граждан. Приходится вот на этой беде передвигаться. Дома стоят две коляски, а я мне не могу пользоваться. Посмотрите, что творится. На это сидеть ей неудобно, хоть она приспособлена якобы, но одно название. Дорога плохая, ходить плохо. Если машина идет, не знаешь, куда свернуть, или в лужу, или упадешь. Да, вот еще у нас сильно кольцо все полопалось, боюсь спуститься. Дом обслуживает управляющая компания ДЭС-2 Ленинского района. Претензий к ним достаточно. Не удовлетворена работа от нашего ЖЭУ, очень грязно, подъезды не убираются. Инвалидам вообще никак нельзя, не подъехать. Скорая тоже добирается кое-как. Когда начинается зима, здесь просто вот такая катушка. Ну, вы видите, вот здесь прям просто покат у нас. То есть можно от подъезда сразу, не знаю, не тормозя, улететь вот туда. Был такой случай, что даже мужчина у нас в это упал и насмерть разбился. Вот сюда, да, да. Плохие погоды, я дома сижу. Я здесь не выйду, потому что здесь кат идет в яму. И как бы я сама не выехаю, это точно. Это только если у подъезда сидеть и воздухом дышать. Публичная кадастровая карта гласит, ответственность за придомовую территорию лежит на УК. До нее нам дозвониться не удалось. Однако жильцы сообщили, что им не удалось попасть в программу формирования комфортной городской среды. Типа мы не набрали голосов, ну и не прошли. Нам сказали, что здесь живут практически одни квартиранты, либо стоят пустые квартиры. И они не принимали участие вместе с нами, то есть с жильцами. Поэтому мы не прошли программу, нам отказали во всех вот этих вот обустройствах. Кстати, жители могут снова подать заявку на участие в программе, подчеркивают эксперты. А люди с ОВЗ, как льготная категория населения, вправе требовать условия доступной среды. Здесь уже речь идет не просто о комфорте, а о доступности среды. И, соответственно, в этой ситуации человеку, или если их там группа, значит, всем коллективно обратиться. Сначала в адрес управляющей компании в письменном виде, чтобы, как говорится, у нас вещественное подтверждение было на такого обращения. Если не отреагирует управляющая компания и ее руководство, можем поставить в известность администрацию района. Скорее всего, что этого воздействия уже будет достаточно. Если нет, тогда уже все со всей этой перепиской обратиться дополнительно в орган прокуратуры, приложить свидетельство того, что человек относится к группе маломобильных, и, соответственно, попросить повоздействовать и принять меры прокурорского реагирования. Эксперты советуют обращаться с претензиями в адрес управляйки через мобильное приложение госуслуги ДОМ. Тогда обращения наверняка не потеряются, УК обязана будет отработать их в срок, а контролирующий орган сможет проверить исполнение. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Эвали начала появляться в Алтайском крае. Есть как минимум одно подозрение на болезнь вейперов. Она напоминает пневмонит и разрушает легкие за счет токсичного пара, который вдыхает человек. Подробнее о заболевании и о том, почему именно подростки в зоне риска. Смотрите далее. Эвали, или по-простому болезнь вейперов, все чаще начала поражать людей, которые парят электронные сигареты. В Алтайском крае есть как минимум одно подозрение. Как рассказывают эксперты, эвали похожа на пневмонит и как таковых специфических симптомов не имеет. Разве что дыхательную недостаточность. Поэтому диагностируют по остаточному принципу. Сначала проверяют на другие похожие заболевания. Тем не менее, если появилась боль в груди, кашель, в том числе с мокротой, отдышка, тахикардия, кровохоркание и проблемы с ЖКТ, нужно обратиться к врачам. Это чаще связано именно с повреждением альвеолярных стеночек. То есть идет уплотнение легочной ткани по типу матового стекла, участки консолидации и развивается дыхательная недостаточность. Из-за повреждения именно токсического воздействия вот этого пара. Дыхательную недостаточность сложно лечить, а заболеть может любой, кто парил более двух месяцев. Особенно эта тема касается подростков, ведь именно среди них распространены вейпы. По популярности даже обходят старые недобрые сигареты. Сигареты можно раз в час, одна сигарета в час у тебя. А от вейпа ты в любую свободную минуту паришь его. И это уже у тебя в привычку входит. Тебе, допустим, нет желания, а ты все равно это делаешь. Но вейпов штук 20, наверное, было. Продавал, отжимал. У меня отжимали. Психологи считают, что вейпы так популярны из-за хорошего маркетинга, направленного на молодежь. И из-за моды. Начал пользоваться в окружении один, могут подхватить все. Все же порог вхождения легче. Электронные сигареты не такие неприятные по сравнению со стандартными. Это выглядит привлекательно. И дети хотят попробовать, как минимум, потому что это ярко, это стильно, это очень красиво оформлено. Они пробуют, понимают, что это вкусненько, что это не противно, как сигареты. И к этому проще привязаться. От них не пахнет сигаретами, как от табака привычного. То есть от них там фруктиками, конфетками, чем-то таким сладеньким. И, конечно, родители не сразу заподозрят, подумают, ну, лимонад попил, да, что-нибудь такое. Одно дело разрушения легких, другое – потеря органов или его всежизни из-за взрывоопасности вейпов. Мне как-то давно предлагали купить вейп с человеком одним. Я отказался. У него через два дня в руках взорвался. Интересно, что некоторые курильщики пытаются бросить пагубную привычку с помощью вейпов. Ведь там, по сути, сам выбираешь, сколько миллиграммов никотина добавлять. И добавлять ли его вообще. Ну, я знаю несколько примеров, которые пытались бросить. Ну, да, они переходили на вейпы никотиновые с сигарет. Просто заменяли одно другим. И потом, смотрю, через какое-то время, все равно сигареты появились опять в руках. Привычку парить, как и все остальные, уверены эксперты, можно побороть, переключившись на другую деятельность, приносящую удовольствие. Например, можно писать произведения, создавать картины или и вовсе заниматься спортом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе школьники и студенты вернулись за парты. Первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула, в которых обучается 93 тысячи учеников. Особенным праздник оказался у детей из школы номер 13. Она открылась после капитального ремонта, который провели впервые с 1963 года. Подробнее далее. Первый звонок и первый капитальный ремонт спустя 60 с лишним лет. Поэтому в Барнаульской школе номер 13 сегодня двойной праздник. В новом учебном году за парты сядут более полутысячи детей. Из них 56 первоклашки. Глава города Вячеслав Франк поздравил с днем знания учеников, их родителей и педагогов. С праздником вас! Всем крепкого здоровья, терпения, всех благ и, конечно, счастья. Всего самого хорошего ученикам. В добрый путь! Сегодня мы с вами не только празднуем начало учебного года, но и окончание капитального ремонта нашей любимой школы. Школа с большой историей стала одним из современных образовательных пространств города Барнаула. К капитальному ремонту приступили в марте по муниципальной программе развития образования и молодежной политики Барнаула. На эти цели было выделено более 41 миллиона рублей. Какое-то время детям приходилось ездить в другие школы, но все неудобства того стоили. Сейчас в классах, коридорах проведен ремонт, разобраны аварийные перекрытия, заменены все инженерные коммуникации. Во всех кабинетах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры и не только. Дочь пришла, говорит, мама, у нас там хорошая теперь столовая, как в гимназии, то есть хорошие обновленные парты, столы. Ну, я думаю, что теперь только на пятерке будут учиться. Я надеюсь, что наша школа, вот какой-то такой вот у нее сейчас порог, стартовый порожек, после которого начнется немножко другая ее эпоха. Наверное, всем известны слова «знание – это сила». И насколько эффективны в учебе будете вы, настолько сильна будет наша Родина. Добавим, что сегодня первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула. К занятиям приступят 93 тысячи учеников. Ирина Корчагина, День с толком. В самом крупном парке Барнаула юбилейном активизировались вандалы. На недостроенных спортивных и детских площадках уже растаскивают мелкие детали новых сооружений. Камеры наблюдения не охватывают эту территорию. Виновники не найдены. Однако общественники надеются на помощь горожан и властей. Подробности далее. Мы уже видим, у нас осталось три закрепа, одного уже нет. Уже вытащили все. Благоустройство еще не завершено, но зато факты мелкого вандализма, небрежной эксплуатации и разбрасывания мусора общественники фиксируют регулярно. Речь о парке «Юбилейный». Напомним, сейчас там проходит третий этап благоустройства. Пару недель назад в юбилейном парке была установлена спортивная площадка. И в эту же неделю уже были скручены резиновые покрытия, выкручены ширупы. И это, конечно, вызывает много вопросов. По словам девушки, это не первый случай вандализма. Пару лет назад в парке пострадала лавочка, была выдрана урна. А накануне подростки расписали входную группу парка неприличными картинками. Однако эти шедевры уже закрасили. Эти ребята уже начали просто активно эксплуатировать, раскручивать все, что можно. Поэтому навесного оборудования, как видите, сейчас здесь нет, потому что подрядчик опасается, что его снимут еще до сдачи. Это будет работать, как и эффекты разбитых окон. Соответственно, если они увидят, что где-то что-то надломано, будут дальше разрушать. А площадки детские, они проектируются с учетом разумного риска. А если будут иметься такие факты вандализма, соответственно, там неизвестно, спрогнозировать ничто не может, что там будет улететь с качелей, удариться. Ну и, соответственно, людям нужно будет смотреть за этими объектами самим. Администрации у парка нет, есть территориальная принадлежность. Часть ответственности лежит на администрации Ленинского района, часть на Октябрьского. Нас, как общественность, беспокоит очень сильно. И мы хотим привлечь большое внимание к тем, кто приходит сюда в парк, за тем, чтобы они не стеснялись сделать замечание, если видят откровенный акт вандализма. Более глобальные пути решения проблемы общественные деятели парка видят в следующем. Нужен руководитель, нужен будет персонал, маломальский, там где-то завхоз, уборщики какие-то. И плюс надо будет дополнительно закладывать на видеонаблюдение бюджет, потому что те камеры, которые висят, у них зона детекции небольшая, соответственно, на незахваты вот эти части. Добавим спортивные объекты, детские площадки, дорожки. Подрядчик планирует сдать в эксплуатацию 14 октября. Общественники надеются, что до этого момента все это доживет, а не будет раскручено и растаскано на части. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. А у меня на этом все. Интересные и актуальные новости можно сообщать на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд погоде. Спонсор прогноза компании Валар. Мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok